всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей да сегодня вам покажу наконец-то поближе свое орхидейное дерево сейчас я вам покажу его еще ближе оно зацвело и там есть еще изменения и сейчас мы с вами все увидим а хотела поблагодарить девочек которые мне дали хороший совет после вчерашнего видео где я полочки собирала наращивала и у меня верхний ярус хорошо поставился на не уместились ванды туда и мне пришлось один ярус убрать и то есть поставить на ярус ниже ванды и мне девочки посоветовали убрать вот эти нижние ножки девчат не додумалась почему-то сама вчера но наверное эмоции переполняли от того что я видела сколько у меня места место это пока будет свободным потому что здесь будут жить орхидейки мои которые живут на складе я их перенесу сюда но когда у нас потеплеет у нас на улице около 30 по показывает да ощущается как минус почти 40 поэтому у нас очень холодно сейчас на улице но несмотря на это мое дерево цветет и пахнет вот сейчас я вам все покажу поэтому отдельное вам спасибо и у меня еще одна полочка прибавится за счет убирания ножек ванды встанут на самый верх и вот так вот они будут стоять в общем как-то так ну давайте теперь я сейчас поставлю дерево поудобней и все мы с вами рассмотрим ничего мои хорошие вот я поставила поудобнее дерево и сейчас мы с вами его поближе рассмотрим посмотрите какие чудесные корешочки растут это просто восторг ну хочу напомнить кто не видел можете посмотреть предыдущие видео есть у нас плейлисте орхидейное дерево групповая посадка из 13 орхидей 13 числа будет ровно три месяца как мы с вами соорудили и посадили эти орхидейки на это дерево видео как мы сооружили как там доделывали что-то есть полностью в этом плейлисте поэтому кому интересно пройдите и посмотрите сразу скажу орхидейки находятся параллельно друг дружке то есть они будут расти практически одинаково и перевешивать в ту или иную сторону не будут но если вдруг так случится и они начнут перевешиваться из этого горшочка да он маловато для такого большого дерева то у меня уже есть другая мысль которую я вам конечно же озвучил когда это дерево будет готова каким-то переменам но пока не собираюсь ничего здесь переделывать меня все устраивает единственное когда придет весна и отрастет мог пластами не сфагнум я добавлю вот сюда слой этого мха вот ну а здесь у нас вот сидят гигантейки с этой стороны у нее вот так прекрасно вырос листочек растущих корешков я у нее ребят не наблюдаю но она прекрасно себя чувствует она в тургор и все мы знаем что гиганты и любят очень пить но она замечательно себя чувствует листик бракованный был изначально это ничего страшного здесь внизу у нас три ванильки сидит 2 варегатных и 1 не варегатные варегатные это вот с такими листиками красивыми и она должна вот так виться вверх как наподобие вот это видите она уже большая и я ее выше сделала ну вот у этой орхидейки тоже хорошие изменения она прекрасно растет то деточка малюсенькая ой давайте чуть-чуть полазим вместе и посмотрим как она там себя чувствует ну пока ничего здесь не наблюдаю растущего ну чувствует она себя замечательно она в прекрасном тургор и здесь вот такая ребят все названия фото есть предыдущих видео когда мы делали это видео поэтому кто не видел пройдите и посмотрите ну здесь у нас тоже хорошие новости начал расти как вам показать корешочек вон он проклевывается будем надеять что это корешочек но будет цветоносик мы будем еще больше рады так что у нас тут ну здесь у нас вот такая огромная орхидушка цветонос она так свой и не ростит не развивает поэтому я думаю что я его отрежу по первую почку не проснувшиеся многие говорили не отрезай он пропадет дальше не хочу она забирает силы на него и ничего не ростит поэтому я приняла решение что я этот цветонос просто у нее отрежу но здесь у нее вот все прекрасно ведь сидит она на пробке все есть можете посмотреть более подробно ну вот здесь вот меня прям вообще радуют эти корни они уже начинают обвивать многие девочки писали что этот канат со временем спреет девчат вообще-то в планах у меня пока спреет этот канат корни начнут обвивать вокруг это дерево и уже будут держаться своими корнями полностью за всю эту конструкцию поэтому будем надеяться что в корни вырастут гораздо быстрее чем спреет эта веревка ну и вот здесь даже увидела вот вам сняла тоже растущий корешок пробился через всю конструкцию ребят для меня это большая радость потому что растущие корешочки показывают то что орхидейки понравилось на орхидейкам понравилось на этом деревце и вон смотрите даже там внутри тоже растущий корешок и их все устраивает им все нравится это вот такая вот большая тоже орхидейка так я обычно что-то новенькое вижу вместе с вами вот еще одна гиганты к а этой вообще смотрите как вырос листочек хорошо вот это вот все серебряно это уже выросло все у меня не это вообще очень радует потому что гиганты и растут очень долго у и там растущий корешок вот это радует меня еще больше видите от шеи у гиганты и полез корешочек супер так пойдемте дальше здесь у нас опять корешок от красотки но вам я ее покажу чуть позже это цветущие а сейчас мы кого с вами еще не посмотрели так вот здесь у нас сверху сидит красавица и девочки писали не детка ли вот это сейчас девочки вот это нет девчатки это не детка это листик он был запутанный весь во мхе и так никак не расправиться вот такая вот красотулька тоже миниатюрная и пока ничего не и не вижу но скоро скоро и она будет прекрасно расти так кто-то у нас тут еще обделен вниманием ах ну да слабенькая стерти она или шерили она у нас с вами сажалась сюда с двумя листиками и смотрите какой уже листочек вырос у нее большенький она была без корней ой как же посмотреть то нам чуть здесь тихонечко раз уж я тут для вас сняла ведь один листик она отсушила но снимать его не буду мы ее сажали единственным малюсеньким корешком в мох ребята он там растет не знаю насколько вам видно сейчас мог закроет нет не видно но ничего пускай она все так сидит мы ее с вами рассмотрим когда она получше вырастет ну факт в том что она прекрасно растет листочек растет у нее значит ее все устраивает корешульки там пошли в мох и все она начнет развиваться так эту красавицу мы с вами рассматривали их две у меня а нет эту мы с вами не рассматривали или ее мы с вами рассматривали ну-ка вот здесь 2 а у них одинаково у обеих начали расти корешочки поэтому я и перепутала видите у этой корешочек от шейки пошел и у этой я думала что я вам уже эту показала мои красотки они были в одном горшочке обе и вот ну давайте посмотрим что же у нас тут зацвело рассмотрим вот это вот красавица которая была заявлена садовником 17 или дворе девчат я уже не помню вот такой листочек вырос у нас прекрасный уже большой вот прекрасно у нее корешочки растут который тоже вылазит сюда ну и конечно же уже есть цветочки конечно он должен быть бабочкой и открыться но ребята вот уже на протяжении как поймать фокус на протяжении какого-то вот времени на родня 3 она их не открывает может еще рано и она откроет но вот пока не открывает вот у нее три бутончика и она их прям очень очень долго во первых открывала вообще бутоны очень долго цветонос вырастила очень быстро красотулечка а вот бутончики никак не может открыть смотрите не наверху так может будет получше и вот здесь у нас ой ребят как показать чтобы вам было все видно не хочет она показываться видите листочек такой же и в нем бутончик вам не видно сейчас буду ловить фокус и вам покажу смотрите вот он листочек а в листочке бутончик и продолжение цветоноса чудо не правда поэтому будем ждать и как только что то она нам тут вычудит мы с вами обязательно увидим очень красивая необычная мне кажется что она должна быть маленечко другой ну вот почему то такая но посмотрим что будет но очень красивая внутри прям бабочка такая вот красотка но сейчас я вам еще покажу покажу цветочки которые у меня распустились я вам обещала такое она высокая как поливая тоже есть других видео посмотрите кому интересно вот такая вот красота у меня тут но здесь у меня ребятки до конца открылась вот эта красавица с разными бакушечками сейчас включу вспышечку может будет получше видно вот днем снимаешь все засвечивает сейчас отсоединю я покажу вам вот такая вот красавица очень красивая необычная мне очень она нравится красотуля смотрите на ее лепесточки вот эти например вся переливается и усы такие прям двух усище как бабочка хотела стать наверное бабочкой стала красоточкой так ну и кто же у меня тут еще распустился панда азиатская панда тоже никак не может открыть до конца это беглиб и никак он до конца никогда не откроет свои цветочки смотрите как он переливается весь вот такая вот гроздачка еще два бутончика ой ребят сейчас снесу я все свои цветы вот такая вот панда конечно снимать ее все засвечивает вот так вот что то видно такая вот красотка прям целая гроздочка не очень удобно ее показать она хоть и в одну сторону смотрит но думаю что все таки губку она свое опустит и будет похоже на беглибчик красивая ну а там ребята вообще моя красотка цветет вот такой гроздью огромной я ее показываю вам чуть ли не в каждом своем обзоре цветет она уже больше полугода и вот здесь она у меня висит и вот здесь у нее второй цветонос растет вот такая вот трудяга здесь у нас не знаю чего нибудь появилась или нет без вас не смотрела скорлупе сидят сегодня только напоила и пока ничего вроде не видно цветоносов но уже должен скоро быть здесь тоже вот скорлупе сидит кедрового ореха смотрите сколько корней сверху очень нравится им эта посадка и вот здесь у нас под листиком уже вот такой огромный цветонос скоро будет там бывшая реанимашка вот он цветоносик у этой красотки но здесь смотрите вандачки которая вандачка которую пророчили что не будет она здесь расти посмотрите как у нее лезут корешочки со всех сторон целая куча все вот корни сверху это вылезли уже сейчас сидит она на керамическом горшочки обложенным мхом посадка про нее есть одна погибла 1 прекрасно растет но одна и была очень слабая я не давала сразу никакого ей шанса на выживание но надежда умирает последний а вот здесь вообще что-то интересное не цветонос ли что-то на корень не похоже будет чудо если еще и цветонос но поживем увидим все мои хорошие вот такой малюсенький обзор вам на сегодня всем пока пока и до новых встреч